Идём глубже. Чё у нас в аду вообще? Тоже дофига ходов. Делай, чё хочешь. На нас дрейнинг наложили. Невозможно по уши напить, но это, знаете, очень серьёзная проблема. Чё там дальше? Тут... А, тут начинаются проблемы, да. Тут начинаются проблемы, и нам бы... Снять бы... Нам бы бриллинс бы выпить. А, ну так, футов. Минус полшин, конечно же, да. Что у нас на визор 3 есть? Здесь что-нибудь, ничего нету. К сожалению, ничего. То есть придётся без огнишенную. Потому что он 28%, это довольно серьёзно. Эвоким конденсер вейн. Немножко убиваем тут. Немножко убиваем там. Немножко идеализируем нашего предка. Чутка отойти, что ли. Кладом в тандер. Кстати, достаточно неплохо. Это штормовые облака. Чё ещё можно заюзать? Да вообще, на самом деле, не сильно много тут нужно. Упс, а чем нам было? Сделано. Кто нам нанёс такой урон? Давайте посмотрим. The mass of ice explodes. The circle fall engulfs you. You partially resist. Engulfs you. Jiggernaut simulacrum. А, это Jiggernaut. Так. Конечно, блинкнуть, наверное, нужно. Но мне это не нравится. Мы блинкнули, но куда-то не совсем туда. Чё не поднялся обратно. Поверил в себя слишком сильно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ой, блин Эролека нету, а нас электроболтами бьют, да? Ну, это жопа Кэпошин это не выпейте, всего придется еще один блинк использовать Ну, какого, извините, художника в ледяном аду электричеством бьют В ловушку пеки, спасибо Лучшая идея Вот, капец, сложный, говорит, вера лузерс У меня еще Эролека нет, у меня хитпоинты последние, я сейчас помру, наверное Если не блинкнуть еще раз Добровольно уходить из лестницы, это премия Дарвина Не нравится ситуация, когда постоянно я окружен Я не хочу спускаться заново и оказываться опять заново в окружении Когда меня опять заново все выдают удар Вера лузерс говорит, теперь вижу, что пандемониум легче был Конечно Проблема в чем? Ты спускаешься по лестнице и тебя опять выдаривают на полный там Ну, почти на все хитпоинты От того, что все ждут тебя здесь Вот это мне очень не нравится Придется еще раз блинкаться Лечим К выходу в облинклс Нет У выхода меня ждут Я там не выйду через выход Засаду устроили В этом проблема Что ты не можешь просто спуститься Тебе нужно, как стрелку, иметь возможность их издалека расстреливать Они тебя все вплотную сразу же ждут Это вот нужно как-то контрить Вот видите, на самом деле они изи убиваются Самое главное, чтобы у них не было возможности тебя ваншотнуть Для этого нужно отхиляться Отхиляться Зря не умер, говорит Гримм Теперь без премии Дарвину останешься Ну так Да, без премии грустно Где они? Фиг знает Ну вот еще один Любитель убивать приганов Видите, просто домнейшеном за пару ходов Хоп-хоп-хоп-хоп Ты труп Фух Он не любитель, а профессионал Да похоже, да Тут прям реально очень тяжело и потно Казалось бы, ледяной ад Потеешь в итоге Все, что только можно, используешь такой вот он ледяной адский твой не на че такое было умри уже у меня блинку за счет ловушки просто минус поушен форме лича нам не сильно страшен горит ригун дисперсал трап это был да да я вижу шрайки поперли все ману сожрали сволочи правда драйнинг счастье уходят хитпоинты возвращаются шрайки конечно жесткие да просто реальная дичь шрайки это одни из самых быстрых и больно кусающихся ребят просто на меня набрасываются и все больше никого нет похожим портал прожектал еще раз с леч формой если поймаешь моб руками зомбаками то будет сто процентов попадания по нему грид грим радует можно вот прекратить меня жрать и всем она кончилась драйник хотя бы прошел уже радует у нас есть хитпоинт у нас 16 процентов на игнишин надо пробовать похоже похоже игнишин нам скоро будет доступен мы тут так прокачаемся так прокачаемся возможно было зря время игнишин нам или прокачаемся или умрем да не прокачаемся прокачаемся конечно прокачаемся можем умереть мы же бессмертины не Смертная. Сто процентов вам говорю. Ну вот видите, Fire Magic 16 левела. Игнишн 13 процентов. Хорошо гнать на предка, когда он уже почти помер, говорит Максесс. А он мега полезен, у нас же не кастер. Вот, 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 да, он офигенно полезен. Ну, как бы, само собой понятно, что он не просто имба, которая все разрывает. Но большую часть вообще монстра достаточно неплохо разрывает. При этом еще помогает танковать, не мешает стрелять через него. Че еще нужно, спрашивается. Да, вот Гримм тут единственное, что про минус 10 хп постоянно говорит. Но все же, Кокитус 7. О, открытый коридор, наконец-то, наконец-то можно просто невозбранно стрелять. Просто взять, пройтись, прогуляться. Не то, что ты прям со входу окружен всем подряд. Такое впечатление, что седьмой уровень-то и полегче остальных будет. У вас нет такого чувства? У Дайса все равно мутация на плюс 10 хп. Нет, ее уже нету. У нас этих мутаций, после того, как я побывал, то... В общем, пару раз мне мутации разные давали, меняли. Я пушен мутации пил. Вот, единственный раз, правда, я его пил и вне стрима, перед этим стримом, когда был в бездне. Но к тому времени уже у меня не было мутации на хитпоинты. Она раньше исчезла. Так что хитпоинты, да, с одной стороны проблема. Такая, что за балалайка такая вообще у нас тут вырисовывается на карте. Серьезно. А-а-а, непонятно. Нас еще и продрейнили опять. Далее. Нет. Cold Breath, Freeze Flash, Freezing Cloud. Summon... А, Natural Abilities есть. Anti-Magic, Observation, Summon Dragon. Не надо мне драгонов саммонить, пожалуйста. Упс, войны ночью убили до того, как я успел его идеолайзнуть. Маппинг не будем юзать, конечно. Да. Зачем маппинг? Нам вообще нафиг не нужен этот ваш маппинг. Н好吃. Зачем маппинг. Упс, о. Упс. Есть, убили. И ой, ночь как раз прям к самому интересному вернулся. Дайсу нужен простор для отступления, а маппинг тут не поможет. Вот это правильная мысль, действительно. Так, я немножко проморозился, но ничего, это временно, это проходит. Мана восстанавливается, личформу возвращаем. И готовимся смотреть, какие нас там ждут сокровища. Какой полезный сам он. Не, на самом деле я просто вовремя его не идеализнул, то есть не применил на него идеализ. А кстати, можно еще и инвокейшены поднять, между прочим. Чтобы идеализ лучше работал, больше давал хитпоинтов, больше урона и всего такого нашему воину ночи. Игнишина 11%, самое время идти в какой-нибудь огненный ад. Конечно, туда мы не пойдем. Может в айрон диск отправиться. Ну а если все-таки идеализируем воину ночи, а то он что-то как-то помирает. Это просто еще хиляет его дополнение. Ну там охренели вообще. Ну они еще усыпляют. Все. Пару кастов зажигательных и все сгорели. Направо пойдешь, налево попадешь. Налево пойдешь, никуда не пройдешь. Уник слева-снизу или справа-сверху, раз ты без карты, то хоть так скажу. Уник? Какой уник? А, кстати говоря... Это же мы кого? Мы Serpent of Hell, что ли, убивали, а не панлорда, получается? Мы просто встретили Serpent of Hell, да? Он просто бывает в разных бранчах. И в зависимости от того, в каком бранче он заспалнился, у него разная тематика. Не, ну слушайте, пора уходить. Что-то нас тут как-то это принимают. Сзади появился, сволочь. И даже не один. А я вот так умею. О, привет, воину ночи. В этой ветке Антей же хозяин, говорит, Unrecovered. Да, кстати, нам повезло, что мы фактически Serpent of Hell встретили в относительно безопасном месте. Тебя ждет Антеос, ледяной титан. Помню, помню, такого припоминаю. Ну, как бы, я думаю, ему встречи не понравятся. Сколько же здесь всех прет с разных сторон, а? Не, ну, Сириезли. Охладите свое охлаждение, пожалуйста. А, нету воина ночи. Что же делать нам? Наверное, ничего. Регун пишет, что смотрит, что у него будет в руках. Ну, посмотрим, посмотрим, да. Что-то не кончаются монстры. Я реально просто не могу зайти сюда. Каждый раз, когда ты заходишь на эту балалайку, то все. Просто тебя окружают со всех сторон в гигантском количестве. Я не то, чтобы сильно, как бы, недоволен тем, что у нас опыт идет. Он, игнишин уже 4%, между прочим. Довольно неплохо. А что нас по силе этого игнишина? И по инфиблу, кстати. Давайте. 43% у инфибла. И игнишина 45%. Ну, такое. У некромутации 59%. Можно многое докачать. Можно многое улучшить. Кто-то в телепортацию угодил. Тяжело без огненного шторма. Кстати, огненный шторм мне не очень нравится. Он, конечно, неплох, но это не самое топовое заклинание. У меня, кажется, игнишин получше будет, потому что огненный шторм против... ...озиночных целей не супер играет. А с другой стороны... ...игнишин против большого... Да, что-то тебе. Прям за углом поджидался. Лайтнинг болтом и фриз флешем. Отдохни-ка. А, аффект это оба... ...байантимэджик. Вот. Успеваешь прикастовывать всякое разное. Ты умрешь? Там нет. Вот, умер. Молодец. Послушненький. Дождем воина ночи. Вот он. Прекрасно. В угол, видимо, поставили беднягу, накосячил где-то. Да что-то такое. Галл клач все еще топ. Топ. Согласен. Но он скорее стал таким, более сингл-таргетовым. То есть ты уже не столько его спамишь по площади, перекрывая к себе проход. Эрпозен, реген, стрэнжа, инта, декса минус 4. Какая-то... Какая-то печаль. Вот зачем это декса минус 4 здесь? Серьезно. Что у нас амулет? Какой найдет сейчас? Реген, декса, стелф. А здесь реген, инта, минус декса. Ну, в общем, жесть. Руны получили. Давайте до конца обследуем этот... Ну, эта локация, он там есть денежки. Нужен реген плюс рефлект? Нет, рефлект не нужен. Сразу говорю, рефлект переоценен. Я давным-давно понял, что рефлект... Это такая хрень, которая... Ну, не сильно прям крутая, реально. Она шилдинг дает. Фактически рефлект от шилдинга плюс 5. Ледяные кряки на какие-то тут возятся. Вот, посмотрите. Больше артов не будет, только бабло. Да. Ваймба... А, ну... Как это не... Как это не будет... Что? Я просто... Я просто в шоке. И тут я нахожу... Арты? С Эрелеком? Эркороженом? Эреном? Вот видите, как бывает. Рефлект позволяет обратно магию отправить. Но, возможно, в этом смысле да. Тут стоит сказать, что действительно ты прав. Минус теле какая-то. Кольчушка. А можно всем умереть, пожалуйста? Срочно умереть. Вот. Я же говорил, это несложно. В смысле, не крутая, говорит, но рекаверит. А как же эльфы-аннигилиаторы, убивающиеся об твой щит? Это ситуативно, к сожалению. Хочется чего-то более такого, универсального, что будет позволять в большем количестве ситуаций какие-то, ну, иметь преимущество. Так, слушай, ты щуплот свой куда тянешь, а? Сейчас еще включим полет. Давайте наденем кольцо с полетом. Ну и вот как-то так. Фуф. Какое у нас кольцо было до этого? С RF-ом, по-моему, индекс-то плюс семь. Вот это. Есть. В Тартаус можно, конечно, заглянуть, но мне кажется, нужно заканчивать на этом. Просто одним глазком туда заглянем. Самое досадное, что если убить лорда ада, монстры все равно там спавнятся и дебаф остаются. Ну не то, чтобы это прям сильно досадно. А это Тартаус или что вообще? Не похоже, скажи вам. Вообще ни разу не Тартарус. Честно. Ну тоже сойдет, как бы. Скажу вам, прям он. Оп-оп-оп-оп, убили. Железный ад. Да. Ночью. Норма-масс. Фуф. Постоянный корабль 7-8 не мешает, говорит Рэйгун. Да ладно, только помогает. Чувствую себя бодрячком. Никогда так хорошо не было. Вообще, конечно, скажу честно, это засада. Минус 8 прям жесткий минус. У него урон и так под 60+. Давайте глянем, сколько у нас урона. 69 у нас. Да. 69 урон я. А, между прочим, эвейжен нашу основную защиту не порезала. Наверное, первые уровни не сильно страшные. Скорее всего, должно потом оно посильнее быть к более нижним уровням. Пока такое чувство, что хоть он опасен, безусловно, этот ад, но не так сильно, как предыдущий почему-то. ой. А ты что такое вообще? А, 300 хитпоинтов. Я понял тебя. Я тебя понял. 300 хитпоинтов. Это, конечно, серьезно. Одним глазком гляну и в итоге пару бранчей зачистим. Да, да, да. Так обычно происходит все. Собираешься одним глазком. А там потом хоба. А, как оно открылось? Ну, вообще, воина ночи здесь тяжеловата, я чувствую прям. А что за ежики? 2% на игнишен. По-моему, надо с игнишеном завязывать. Хотя возможно, нужно тупо выходить отсюда. Да, мне кажется, пора выходить отсюда. Слишком нас окружает жестко. Еще и метка на нас. Это было жестко. Где там, говорится, Тартарус-то? Здесь вот? Да, Тартарус. Я, конечно, продренен, но... Тут уже почти конец стрима, да. Я, пожалуй, на это скоро закончу уже. Подметку бы не попасться бы. Надо проходить. Раз начал, кстати, вилл пополам. У нас почти полный вилл павер. В огне отсходи. Проблема основная от резиста. Резист к фаеру достаточно низкий. Повезло. Плюс-плюс. вполне хватит, говорит Гримм. Ты же Церебова убил. Но, как мы выяснили, в аду серьезнее. Больше встречают жестче, нежели чем в Пандемониуме. Что за грязь здесь ходит? Мезмирайз. Продренен. Беда. С другой стороны пока зачистим, что ли. Нужно больше Диспела Нежити. Нужен контент. Ждем Диспел Нежити. Да. Тартарус 5, между прочим. Там того и гляди 7 уже будет. Бьем призраков с помощью нашего арбалета. Эта грязь кидается скалами. Вот же грязь. Обойдем. Призрака тишины убили. Все, Дон Эксплоринг. Нас ждет шестой Тартарус. Поджигать не буду. Хочется потише как-то что ли действовать. Не ходи в сало лишний раз, оно тебе не надо. Но вот видишь, я старался сначала все обойти вокруг сала, зачистить и только потом уже смотреть, что же там за сало. И его, видишь, ваншотнул. А, его даже нельзя в Вал Кулач взять. А что тут так мало? Тут явно где-то должна быть большая часть уровня сосредоточена. А то сало еще одно. А то сало еще одно. Че-то мне это не нравится. И весом. Так, извиняюсь, пришлось отвлечься. Спутник твой доблестный, не такой торопливый, отстает постоянно. Есть такое, да. Тартер плохо на тебя влияет. В каком смысле? Как-то у чувака убили. Ладно. Где еще один Сайленс был? Я помню, тут не один явно. Или это был один-единственный? Слушайте, один-единственный реально. Ну что, финальный левел Тартара. Немножко опасно, немножко страшно. Вот эту хрень надо убить моментально. Потому что холл какой-нибудь навешает. Да, навесил. Все. Сейчас будет нас вовсю. Нет, ну нет, ну какого холла, блин? Меня убить могут сейчас с одного удара. Ну что за холл вообще? Так, блинка, мало осталось. На выходе стоял. Я не собирался выходить. Потому что кто знает, чем бы это закончилось. Выход не моментально происходит. В чем проблема? Просто выйти и вернуться обратно. Потому что умереть можно. За тобой могут пойти следом, и ты все равно умрешь. Понимаете? Или не понимаете? Надо все-таки задуматься об этих вещах. Это очень опасно. Выходить вплотную с врагом, который тебя может ваншотнуть, это не вариант. По лестнице это просто самоубийство двигаться в такой ситуации. Четыре хода, говорит Макс, тратится. Да, да. В том-то и дело. Пока ты там выходишь, тебя убивают. Ну хоть дрейнинг прошел. Ооо, два выхода. Да, если что, часа про то, что можно было выйти с холлом. Если что, часа про то. Не понял, Алексред. Не понял. Тут какая-то опечатка, наверное, у тебя, которая мешает мне понять, с чем речь идет. И вообще чувствую, что я устал, наверное, в таком состоянии. Стоит заканчивать. Стоит оставить этот финальный уровень. С другой стороны, мы же уже начали. Вы же хотите контента. Заходи, говорит Рыгун. Не, не буду. Я сначала обойду все по периметру. Это очень важно. Зачистить как можно больше относительно безопасной части уровня до того, как ты войдешь куда-то уже в более опасную зону. Так, вот затабана. Ну, конечно, под вайл клачем, но затабана. Карта интересная, мне нравится. Ну, а теперь можно заходить. Холл не словили, и то хорошо. Потому что холл это... Это жопа. Жуткая совершенно. Чудовищная. Что у нас тут? Фриз с тренджам. Очень интересно. Этот А9 чат предлагал выйти до появления мобов, когда получил холл. А, ну, кстати, да. Вот это вполне вариант был, наверное. Ну, я думал, что сейчас мы это с монстрами разделаемся относительно легко, пока никого нету рядом. Так, ману, ману мне верните. Какой же тартар-то большой? Вы только гляньте, а. Все-таки холл на меня навесили. Надо готовиться к отступлению. Холл закончился. Есть. Пережили. Радует. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что за хрень? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дерево не умеет блинковать, это тебе не поможет, говорит Рейгун Они просто слишком много урона наносят за очень короткий промежуток времени Мне, честно, это прямо достало уже Децимитлы это такая дичь Будет болт Дрейна, да, может быть Ну, видимо, еще один блинк нас ждет И Боззи, Боззи's wrecked with pain Ага Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу чтобы не получить диспел андет он опаснее чем торминт холл реально просто дичайшая жесть с децимитлами здесь просто в таком офигевание от него вы бы знали спел андет сколько ли клеток 1 а у вас вот зацимитла 4 вот опять холл к нам спешит еще подстава была знаете чем спаса же в галабрия я поставил пассаж он исчез вот я никак до сих пор не пойму из-за чего он исчез тот раз из того что второй выход из видимости пропал или что или кто-то его каким-то образом меня того но отключил до ну четыре клетки для стрелка это вполне нормально с тем можно жить где-то тварь на умер наверное от хватки вполне может быть кажется кто-то активировал может быть кто-то активировал да тоже этого легче не становится честно говоря хочу бы если вот так вот дверь откроешь а там вот эта собачка которая холди но поняли да на каркал получается нет просто достаточно часто распространенный ситуация здесь еще какие суеверные немножко критического мышления вам не помешает господа на каркал а опять кол все мои вообще врасту фигею как это как этот пассажир галабрия работает серьезно все так плохо переместил мое почтение согласен да мне очень понравилось судьба дайс не против сиид я уже понял пассажи в галабрия меня троллят 23 фирмэджик сколько у нас сил и гнишина 50 процентов мне кажется что то еще можно замеморайзить в целом что гнишин уже вроде бы есть шатер фаршторм dragon call но ряд ли это меня хорошо будет получаться зато максвелл с капастик коплинг вообще без этого переживу скорее всего он наверно спел кастинг ключем фирмэджик просто в обычный время а во инвакейшн для того что можно было нашего вы на ночь очень хорошо бы бафать получше чем сейчас по крайней мере может диджекшн какой-нибудь выучить что милишники отвалили у нас дисперсал есть по крайней мере я вот думал на себе то что может быть его попробовать потестить его ни разу не использовал а зря за децимитал блинкс не увидели а как он это это как он это делает штопы что простите о господи ну почему так плохо не что еще один блинк нужно будет юзать как его убить моментально диспелландетом наверное да где он у меня он не андет что ли он не андет да ну могу инфибал но не сильно помогаю а их там несколько почему так плохо клаутов негатив энерджи какой как какая дичь а Субтитры сделал DimaTorzok У меня нет слов. Три дециметала, постоянно появляющиеся в тех местах, где лучше бы они не появлялись. The whole status effect, говорит Grimdewald, lasts from 12 to 18 tons. Drinking a potion of consolation ends with the status earlier. Ну да, да, сейчас это выпью. Полностью готов в форме леча пить. Где мой consolation? Реально помогает. Отступление в неизвестность от исследования. Нет, не было неизвестности. Я в неизвестность не отступал. Там это была разведанная часть уровня. Я периметр зачистил и разведывал перед тем, как сюда идти дальше. Дальше. Drinking poison into slang. Ну такое. Будешь пить ведро со шваброй не забудь. Что? Смерть децимиталом. Рубрика «Вредные советы» снова с вами в чате. Почему? Пробую огнем их. Тоже можно. Понимаете, точно огонь нужен. Лич костляв, все прольется мимо, нужно собрать и снова выпить. Но вообще нужно, не знаю, у меня по идее и так-то, собственно, достаточно мощная рейнджовая атака, казалось бы. Чем там? Продолжаем инвокэйшн накачать. Ой. А мы к вам не готовы. Болт оф колд, саммон децимитал, сайленс, торминт, паралич, мажор хилинг. Что эти мажоры? Идеалайзим. Тихо-тихо-тихо-тихо, барышни, попридержите там своих децимитлов. Ой, маны нету, че-то. А че так? Спасибо за сайленс, все равно маны нету. Убили. На самом деле, владельцы ада не такие опасные, как децимитлы. Вот в этом проблема. Ты приходишь босса убивать, он ложится легко. А какие-то гребаные децимитлы тебя разделывают с двух ударов с рейнджа просто. Просто какая-то собака в тебя холл запускает, у тебя начинают сомниться эти чертовы децимитлы. Я офигею реально с того, насколько здесь... А, холл. Давайте не будем дожидаться, пока децимитлы появятся. Действительно, канцелейшн пропьем. Вот так вот. Чертов холл и чертова собаки. Потому что панлорд нихрена сделать не может, ты от него убегаешь и его расстреливаешь, а собака просто тебя убивает к чертям. Вот так вот. На левеле уже мало мобов, призыв не страшен. Хо-хо! Конечно, когда у тебя больше половины хитпоинтов умирает сразу же с одного удара. Это не страшно, согласен. Это прям вообще фигня. Че, на символ тормят тут не заюзал, а то у меня в формуле час летело. Ну ладно. Неопытный, наверное, был. Вот так вот. Взяли, добрались до финального сокровища. Stuff of fire. Так, а где руны? Stuff of fire. Еще один. Ага, я понял. Это такой хитрый план. Вместо руны везде посохи пану вставлять. Или я уже ее получил здесь? Да нет, тут еще осталось местечко, которое я не посетил. Вот. Привет. Как вам моя антимагия? Как по мне, ад раньше сложнее было, говорит Гримм. Постоянно на тебя пачку мобов десантировала. Тех же децимитлов. Да, согласен. Децимитлы просто адовое зло. Настоящий щаде ада. Харм, стелс, декстерити. Не, ну как бы... Окей. И вот она руна. Наконец-то. Наконец-то у нас собрана еще одна руна. Из ада. Осталась гиена и эдис. Справимся, думаю. Как быстро бегает Дайс. С топором не успеваю. Говорит. В одну ночь. Да, есть такое. Нам бы еще, кстати, в тамбу надо заглянуть. Может, в тамбу заглянем? Я чувствую, там попроще будет. Там с нашим гнишином будет, ну, как-то... Вполне себе даже неплохо. Главное, на ману бы еще чего-то иметь. Способ восстановления ее. В этом проблема. Наверное, самая большая проблема будет с маной в тамбе. Потому что ей там нужно многое. А мы пить поушины маны не можем. В тамбе ези будет. Ну, возможно, да. С другой стороны, как-нибудь там разберемся. Справимся. Ну, это будет в следующий раз. На этом, как бы, у нас данэксплоринг, говорят. И мы из этого бранча ада выходим на поверхность. И говорим себе. Уф. Сприган смог. Справился. Защитил пан-лордов. Убил двух повелителей ада. И мы обязательно с ним встретимся в следующий раз, господа. Я вам напоминаю, что до этого было бы неплохо подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Где бы вы это ни смотрели. Либо же сейчас онлайн на Twitch и Good Gaming. Либо же в YouTube в записи. Ну, а также следите за анонсами в ВКонтакте, Твиттере и Дискорде, как обычно. Ссылки все внизу в описании. С вами был Dice. До новых встреч. Играйте в хорошие игры. Пока.